Типичные заболевания клубники и способы борьбы с ними. Большинство поражающих клубнику заболеваний вызываются грибками. Есть и опасные для растения вирусы, мозаичная пятнистость, ведьмина метла и т.д. Справиться с последними современными средствами невозможно. Пораженные растения остается только выкопать с грядки и сжечь, ликвидировав таким образом источник заразы. Белая гниль. На листьях и плодах появляются расплывчатые светлые пятна. Постепенно эти ткани засыхают, если на улице стоит жара, или гниют при влажной дождливой погоде. В особо тяжелых случаях плоды и листья покрываются толстым слоем белого налета, похожего на вату. Есть такую клубнику нельзя. Чаще всего от грибка страдает клубника, выращиваемая в открытом грунте. Риск существенно уменьшается при ее культивировании в теплице, на вертикальных грядках на черной пленке. Для борьбы с белой гнилью применяют дерозал, хорус, байлетон или свитч. Число обработок и их периодичность в строгом соответствии с инструкцией производителя. Применение любых химикатов категорически запрещается во время плодоношения и в течение минимум 15 дней до него. Также это очень нежелательно в процессе цветения. Для профилактики белой гнили между рядами клубники высаживают чеснок или лук. Раз в 8-10 дней кусты опрыскивают настоем горчичного порошка, молотого красного перца. Почву на грядке присыпают просеянный древесной золой. Если грибком в этом году была поражена большая часть кустов на грядке, через 2-3 недели после сбора урожая растения и грунт нужно опрыскать любым из рекомендуемых препаратов. Серая гниль. Плоды покрываются толстым слоем серого пушистого налета. Если к ним прикоснуться в воздух, поднимаются облачка пыли того же цвета. Заболевание быстро распространяется, особенно при непосредственном контакте больных плодов со здоровыми. Если ничего не предпринимать, грибок может уничтожить 50-90% всего урожая. Менее подвержены серой гнили раннеспелые сорта клубники, особенно рубиновый кулон, новинка, дружба, пока хонтас. Способствует ее развитию дефицит света, загущенность посадок, высокая влажность воздуха, избыток азота в почве. Серая гниль клубники распространяется с больных ягод на здоровые очень быстро. Для профилактики непосредственно перед цветением клубнику обрабатывают настоем луковых или чесночных стрелок, препаратами хом, тирам, фигон. Поливают ее, начиная с момента появления бутонов только под корень. Почву обязательно мульчируют, чтобы ягоды не соприкасались с землей. Чтобы справиться с грибком, нужно регулярно удалять пораженные ягоды и прореживать посадки. Поливы резко сокращают, давая грунту хорошо просохнуть. После этого на 2-3 недели обычную воду заменяют бледно-розовым раствором перманганата калия. При каждом рыхлении подсыпают на грядку немного древесной золы, из толченого в порошок мела. Желательно также провести внекорневую подкормку. 2 грамма борной кислоты и 20 капель йода на 10 литров воды. Корневая гниль. Ризоктаниоз. Чаще всего клубника от этого заболевания страдает при несоблюдении севооборота, а также при высадке на грядку, где до этого росли любые посленовые. Корни, особенно молодые, быстро чернеют, становятся слизкими на ощупь. Они усыхают, легко ломаются. Затем аналогичные повреждения появляются на черешках листьев и рожках. Кустик можно практически без усилий извлечь из почвы. Справиться с этим заболеванием практически невозможно. Достаточно явно оно проявляется только тогда, когда болезнь зашла уже слишком далеко. Лучшая профилактика – грамотная агротехника. Перед высадкой корни новых кустиков рекомендуется 2-3 минуты поддержать в горячей 40-45 градусов Цельсия воде, либо 10-15 минут в растворе фитоспорина, максима, превикура. Если корневая гниль затронула только несколько растений, их немедленно выкапывают и уничтожают. Почву в этом месте проливают 3-процентным раствором медного купороса или бордоской жидкости. Грядку хорошо рыхлят, одновременно внося в грунт гранулы аллерина B, триходермина. Строго противопоказан чересчур обильный полив. Воду лучше заменить бледно-розовым раствором перманганата калия. Мучнистая роса. Заболевание легко распознать, но справиться с грибком достаточно сложно. На листьях, черешках, ягодах, плодоножках появляется белый налет, похожий на просыпанную муку. Постепенно эти участки разрастаются, налет уплотняется и темнеет, меняет цвет на буро-коричневый с лиловым отливом. Прожженные ягоды трескаются, листья засыхают. Есть такую клубнику нельзя. Развитию заболевания способствует прохладная сырая погода, резкие колебания температур, загущенность посадок, избыток азота в почве, неправильный полив, как дефицит влаги, так и ее излишек. Устойчивы к болезнетворному грибку сорта оливия, полька, пандора, рубиновый, кулон, спаркл, галичанка. Мучнистая роса кажется безобидным налетом, который легко стереть с листьев, но на самом деле это опасное заболевание. Для профилактики развития мучнистой росы клубнику в течение вегетативного сезона 3-4 раза опудривают коллоидной серой. Почву на грядке проливают 1% раствором медного купороса или бордоской жидкости. Процедуру проводят как только появятся первые листья, до цветения, непосредственно после него и через 15-20 дней после окончания плодоношения. В течение вегетативного сезона можно использовать народные средства, раз в 10-15 дней опрыскивая клубнику раствором кальцинированной соды 40 г на 10 литров воды, древесной залой либо пеной хозяйственного зеленого калийного мыла. Полезны и внекорневые подкормки борной кислотой, сернокислой медью и сульфатом цинка, положительно влияющие на иммунитет растений. Чтобы справиться с заболеванием, применяют любые медсодержащие препараты, фунгициды. Наиболее эффективны топаз, байлетон, купроксан, хорус. Почву при рыхлении вносят эопарен, каратан. Фузариоз. От данного грибка может пострадать практически любая культура в огороде. Развитию заболевания способствует жаркая сухая погода. В итоге надземная часть растения полностью засыхает. Сначала на листьях появляются мелкие буроватые пятна. Затем коричневеют черешки, побеги, усы и рожки. Листья сохнут и скручиваются. Куст распадается, розетка как будто проваливается под землю. Весь процесс занимает 4-6 недель. Существуют устойчивые к фузариозу сорта клубники. Богема, Капри, Фламенко, Кристин, Саната, Флоренс, Омская ранняя Элис. Народные средства в борьбе с фузариозом абсолютно бесполезны. Эффективная профилактика развития фузариоза фунгициды биологического происхождения. Агат-25К, триходермин, фитоспорин, фитодоктор. Грядку и растения опрыскивают с периодичностью раз в полторы-две недели. В растворе этих же препаратов перед высадкой замачивают корни новых кустиков. В случае массового поражения для борьбы с фузариозом применяют фундазол, бенурат, хорус. Если справиться с проблемой не удалось, грядку тщательно очищают, растительный мусор сжигают, почву для дезинфекции проливают 2% раствором нитрофена. Повторно высадить клубнику на этом участке можно минимум через 5-6 лет. Белая пятнистость. Рамуляриоз. Листья покрываются мелкими, пурпурно-алыми округлыми пятнами. Постепенно они разрастаются, в середине становятся белесыми, сероватыми или светло-бежевыми. Заболевание перекидывается на черешки и плоды. В итоге пораженные ткани отмирают. На листьях образуются дыры. Они вянут и засыхают. На ягодах появляются коричневатые пятна. Споры проникают и в мякоть клубники, сильно портя ее вкус. Грибок распространяется очень быстро, особенно при повышенной влажности воздуха. Чаще всего заболевание развивается ближе к середине вегетативного сезона. Белая пятнистость редко ведет к гибели растения, но значительно снижает урожайность. Для профилактики почву на грядке растения в фазе бутонизации и примерно через месяц после сбора урожая опрыскивают однопроцентным раствором бордосской жидкости, либо препаратами цинеп, фалькон. Особое внимание нужно уделить обработке изнанки листьев. При массовом поражении применяют хорус, байлетон, строби. Бурая пятнистость Чаще всего заболевание развивается во время плодоношения. На всех частях растения, в первую очередь на младых листьях, появляются расплывчатые темно-коричневые пятна, отливающие фиолетовым. Плоды мельчают и буреют, листья и усы засыхают. Куст может лишиться 60-70% зеленой массы. Грибок-возбудитель успешно зимует в растительном мусоре, его переносят насекомые. Также он распространяется при непосредственном контакте с каплями воды. Грибок-возбудитель бурой пятнистости чаще всего зимует в растительном мусоре или в почве, сохраняя жизнеспособность даже в сильные морозы. Народные средства в борьбе с бурой пятнистостью неэффективны. Для профилактики первые появившиеся листья, а также бутоны опрыскивают 1% бордосской жидкостью или хомом. В случае массового поражения применяют Аксихом, Купразан, Скор, Ридамил, Голд. Антракноз Наиболее подвержены заболеванию растения, страдающие от дефицита питательных веществ, а также те, на которых присутствуют даже небольшие механические повреждения. Споры влезетворного грибка переносит ветер, насекомые, капли дождя. Не болеет антракнозом клубника сорта «Пеликан», «Идея», «Пеган», «Давер». Листья и плоды покрываются пятнами кирпичного цвета с бурой или желтовато-бежевой каймой. Постепенно они разрастаются, сливаются друг с другом. Затем пятна превращаются в обдавленные язвы, окаймленные фиолетовым, их поверхность трескается. Выделяются капли мутной, розовато-желтой жидкости. Листья сохнут, черешки становятся очень хрупкими. Вся надземная часть растения засыхает и отмирает. Антракноз легко распознать по вдавленным пятнам на ягодах, черешках и листьях. Наиболее действенные препараты для борьбы с антракнозом. Акробат МЦ, Скор, Фундазол. Для профилактики клубнику и почву на грядке 3-4 раза за сезон опрыскивают фитоспорином, топсином М или гомоиром. Полезно добавить в раствор любой биостимулятор. Эпин, циркон, гумат, калия. Вертицеллез. Болезнетворный грибок в первую очередь поражает корни. Симптомы на надземной части растения появляются только тогда, когда процесс зашел уже достаточно далеко. Кусты клубники мельчают, останавливаются в развитии. Черешки краснеют, ягоды буреют и деформируются. Листья, начиная с самых нижних, сохнут. Лучшая профилактика вертицеллеза – соблюдение рекомендаций по выращиванию клубники. В первую очередь правильные подкормки. Если заболевание зашло уже слишком далеко, пострадавшие кусты выкапывают и сжигают. Грядку для дезинфекции проливают любым фунгицидом. На ранних стадиях развития вертицеллеза можно применять препарат Максим, фундазол, фитоспорин, фитодоктор. Справиться с вертицеллезом достаточно сложно, поэтому особое внимание нужно уделять профилактике этого заболевания. Существуют сорта клубники, обладающие генетически встроенным иммунитетом к этому заболеванию. Ламбада, Фигаро, лакомка. Царско-сельская – фаворит. Большинство из них не поражается еще и серой гнилью.